Здравствуйте! Как всегда в это время в эфире беседы с Владыкой Павлом. Наш постоянный собеседник, патриарший Икзарх в Сея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Мадыка, здравствуйте! В памяти преподобной Марии Египетской посвящено уже 5-е воскресенье Великого Поста. Из ее жития мы знаем о том, как она вначале Великая Грешница, потом достигла такой высоты покаяния, которую немногие люди достигали в истории. Вот в нашей жизни все-таки часто бывает так, что вроде и раскаиваешься в каком-то грехе, искренне раскаиваешься, но потом так получается, что вновь повторяешь этот грех или проступок. Вот где найти силы не повторять грехи? Вы знаете, вот из того, что вы сказали, я часто вспоминаю свое общение с верующими людьми, с нашими. И люди, может быть, даже не акцентируют на этом. Они хотят сказать, что они действительно грешные люди, но я иногда смеюсь со своими близкими, обсуждая, и говорю, вот вы понимаете, какие мы люди, да? Вот мы, даже приходя на исповедь, мы говорим, вы понимаете, как мы о себе высоко думаем, какой я великий грешник, да? Я не просто грешник, но я великий грешник. Да, да, даже здесь мы подчеркиваем вот свою значимость. Но вот такой у нас, знаете, человеческий организм, да, хоть и грешник, но великий. Вы знаете, действительно для нас жизни и подвиги преподобной Марии Египетской очень назидательны. И не случайно Церковь предлагает каждый год в этот воскресный день, ну и всю эту неделю, всю эту седмицу, и особенно в среду вечера мы вновь читаем уже весь канон, покаянный канон преподобного Андрея Критского. Да, и в четверг мы совершаем божественную литургию прежде священных даров и вспоминаем преподобную Марию Египетскую. И воскресный день мы ее вспоминаем. Для нас ее жизнь, она, как бы, знаете, вот является, ну, образцом, что ли, или примером того, что среди нас очень много таких людей, которые действительно в молодости были бесшабашными, жили в свое удовольствие. Кто-то, может быть, получив какое-то семейное воспитание или в семье, уходил в страну удалечу, так, что называется, да, и жил жизнью вольготной, разгульной, раздольной. Вот потом начинает понимать, что это все пустота какая-то, ничего не дает самому человеку. Вот, и потом возвращается на путь покаяния, исправления. Очень часто можно встретить таких людей. И вот жизнь преподобной Марии Египетской, ну, очень схожа с нашей современной даже жизнью. Как в те далекие времена, так и сегодня были такие люди. Вот, но церковь подчеркивает, обратите внимание, никогда не поздно обратиться к Богу. Как, на какую бы глубину падения вы ни пали, что бы вы ни делали, пока человек живет на земле, у него есть возможность принести покаяние и исправление своей жизни. И принести, к чему призывал притечий креститель Господень Иоанн, плоды достойно покаяния принести. Вот он призывал всех, и этот призыв, и призыв Христа Спасителя, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие», оно и до сегодняшнего дня, и до скончания века будет действовать. Поэтому пусть никто не унывает, что мы в своей жизни много согрешили, много совершили каких-то преступлений против заповедей, против Бога. Вот, жили не так, как учит нас церковь. Да, это, к сожалению, наша беда. Можно было не набивать этих шишек, как я иногда говорю, можно было не делать столько ошибок. Почему мы говорим о грехе с таким, знаете, предостережением? Мы вот не осознаем того, что делает грех, или какой он ущерб, какую боль наносит нашей душе. Ведь каждый грех – это рана на душе. Вот мы любую болячку, любую ранку на теле мы быстро ощутим, потому что это вот все здесь воспринимается очень легко и быстро. А вот рана на нашей душе, она человеческим организмом так близко не воспринимается. А тело, оно быстро реагирует. Так вот, мы должны понимать, что грех – это рана на нашей душе. Мы наносим вред своей душе. Я иногда говорю, знаете, замените слово «грех» на слово «вред», и вам тогда станет понятно, что грешить вредно. Понимаете? Вот почему грех опасен? Потому что он наносит рану, боль душе своей. И даже если какие-то мелкие проступки, как мелкие ранки, ну представьте себе, мы вот будем ранить свое тело, может быть, не глубокая рана, но мелкие раны, они ведь могут привести к полной потере крови и смерти человека. Точно так же и множество грехов, они могут нанести непоправимый грех душе человеческой. Вот так вот, помнить должны о том, что Господь, как чудолюбивый Отец, Он призывает всех к покаянию и исправлению. И на какую бы глубину падения не упал человек, есть возможность покаяться. Главное, чтобы было к этому желание и искреннее стремление. Вот как преподобная Мария Египетская. Да, конечно, она, в отличие от нас, она приняла очень суровое решение. Это вот надо было на такое решиться. Да еще и женщина. Да, женщина, молодая, красивая женщина. Вот, и вдруг вот она, осознав все это, ушла в пустыню. Жуть какая-то, да? Вот, и она достигла такой вершины духовного совершенства, что она сегодня для каждого из нас является ярким примером искренности в покаянии и плодов достойных покаяния. И поэтому мы каждый год ее вспоминаем особо в Дни Великого Поста и учимся покаянию, исправлению, чтобы никто из нас не отчаивался, даже совершая самые страшные преступления и против Бога, и против людей, и против себя. Помните об этом. И, конечно, так же, как и преподобная Мария Египетская обращалась к Богу, точно так же и мы должны просить Бога. Упал, вставай, встал, покаялся, исправился, иди по жизненному пути. Опять споткнулся, опять упал. Знаете, есть одно интересное рассуждение новоначального инока с человеком, опытнейшим, подвижником благочестия. Тоже примерно такой же вопрос задавал. Ну как же, до каких пор? Мы же все время встаем и падаем. Падаем и встаем, падаем и встаем. И старец ему говорит, ну вот поверь, что мы надеемся на то, что Господь нас призовет в свое небесное царство не тогда, когда мы упали, а тогда, когда мы впокаялись, тогда, когда мы встали, и Господь нас призовет. Вот мы надеемся на милость Божию. Поэтому да, встали. Это не значит, что надо будет теперь, знаете, все оставить на последние дни своей жизни, на старость. Нет. Не оставляйте на старость покаяния, потому что никто не знает, когда Господь кого призовет. Поэтому согрешил, покаясь. Согрешил, покайся. Вот. И вере, надейся. Знаете, а потом наступит такое время, когда человек, прежде чем захочет что-то сделать греховное, пакостное, но наступит такой момент, когда он, прежде чем вот что-то сделать не так, подумает и скажет, ну я же потом пойду каяться. А что мне батюшка скажет? Опять ты, понимаешь, ты же обещал, опять ты будешь каяться, опять ты каяешься, опять ты... Нет, не буду делать это. Понимаете, наступит такой момент, когда человек заходит, даже если вот будет стоять перед выбором, вот он дойдет до такого уровня духовного совершенства, что он скажет, нет, не буду. И почувствует, что вот Господи, помоги, и почувствует радость от того, что Господь ему помог устоять. Вот в этот раз не согреши. И в следующий раз такое, понимаете, это вот путь духовного совершенства. Спасибо, Владыка. Переходим к вопросам наших зрителей. И из Цюриха пришел следующий вопрос. Андрей его задает. Подскажите, Владыка, что делать, если у меня с моей девушкой из другой страны возникают сильные противоречия? Возможно, сказываются культурные различия. Ну что ж, вы знаете, Андрей, не только у вас такое может быть, и у любых молодых людей, даже если они живут в одной стране, даже если в одном селе или в одной деревне. Они же воспитывались и в разных семьях, и у них могут быть какие-то разногласия. Вы знаете, пока вы еще не создали семью, вы должны вот со своей девушкой обсуждать все те острые углы, которые могут у вас возникать, и острые вопросы. Вот, и находить на них какие-то правильные решения, прежде чем создать семью. Если вам удастся обсудить все эти вопросы, понять друг друга, и если вы поймете, что вот вы уже, обсудив все возникающие вопросы, друг без друга жить не можете, понимаете, вас уже друг к другу тянет, вот не просто какое-то физиологическое такое, знаете, желание друг к другу, а если вы начинаете понимать, что вы друг без друга не можете жить, и вы готовы ради своей любимой девушки на все, вплоть до того, что отдать все, что у вас есть, и даже самого себя, вот тогда, наверное, наступит такой момент, когда можно создавать семью. Вот, а то, что у вас есть разногласия, ну, тут может быть и действительно и культурные какие-то разногласия, могут быть и идейные какие-то разногласия, но вы пока еще, общаясь друг с другом, решайте, обсуждайте, у вас есть возможность. Но, вы знаете, мне, может быть, со стороны легко об этом рассуждать, поскольку я монах, вот, а вы создаете семью, и, конечно, у вас должно быть, должна быть такая общая платформа, на чем вы будете строить свою семейную жизнь. И не даром, вы знаете, не только монахов называют подвижниками благочестия, да, а семейная жизнь нисколько не легче. Я бы даже сказал, она, по-моему, намного сложнее, чем монашеская жизнь. Если, знаете, монахи в монастыре друг с другом там не согласны с чем-то, ну и что? Один ушел в свою келью, другой ушел в свою келью, и каждый живет по своим кельям, да? А в семье такого не может быть. В семье муж и жена практически все время вместе, да еще и потом надо будет воспитывать детей, и поэтому семейная жизнь, на мой взгляд, это намного тяжелее подвиг. Но в этом подвиге надо, знаете, находить в себе возможность смиряться, идти навстречу, научиться прощать друг другу, научиться любить друг друга. А что значит любить? А любовь имеет чрезвычайно важное значение и качество. Это жертвенность. Значит, вы ради своего любимого человека должны все время жертвовать. И даже самого себя. Это вы жених или муж. А невеста, а потом и жена, и она должна ради вас все жертвовать. Понимаете, вот тут должно быть обоюдное, постоянное, жертвенное отношение друг к другу. Вот тогда будет нормальная семейная жизнь, когда вы будете жертвовать друг другу и временем, и своим здоровьем, и свои знания, своему близкому человеку. А она будет вам. Вот тогда, наверное, будет взаимопонимание. Так что, пока есть возможность притираться, притирайтесь. У меня на столике вместе с иконами, перед которыми я молюсь, стоит фотография дорогого человека. Вы посоветуете ее убрать? Спрашивает у вас Нина из Старого Оскола. Вы знаете, Нина, но вот я иногда отвечая на подобные вопросы, говорю, поскольку вы задаете вопрос, значит, у вас вот что-то вот на сердце или совесть вам что-то подсказывает, что у вас что-то не совсем так. И это не случайно так. Да, действительно, когда мы говорим об иконах и мы перед ними молимся, то мы начнем понимать, что, да, любимый человек, конечно, он любимый человек, близкий, дорогой, но, может быть, найти где-то ему другое место, потому что я буду отвлекаться от молитвы Богу на этот образ или на эту фотографию своего любимого человека. Поэтому совесть вам подсказывает, наверное, надо немножко чуть-чуть убрать подальше от икон, чтобы этот образ или эта фотография не мешала вам молиться. Лариса Васильевна из Воронежа рассказывает свою такую печальную историю. Так получилось, что бывший зять после смерти дочери остался жить со мной. Он не работает, выпивает, словом, живет на моем иждивении. Мне уже скоро восемьдесят. Скажите, до какой поры я могу оказывать ему эту милость? Мне уйти некуда. Вы знаете, Лариса Васильевна, так хочется спросить, простите, вы у него на квартире или он у вас на квартире живет? Но если вы у него, в его квартире вам некуда уйти, ну, тогда, наверное, надо терпеть, да, если вам некуда уйти. А если он живет в вашей квартире и так себя ведет, ну, наверное, наверное, не совсем правильно. Просто надо будет, я не знаю, вы знаете, я не могу вам вот так вот советовать. Я иногда говорю, вот если бы моя сестренка спросила, как мне поступить, я бы сестре сказал, ты его предупреди, но нельзя же так. Ты живешь в моей квартире, ведешь себя безобразно, живешь за счет моей пенсии, ну, совесть у тебя есть. Ну, наверное, надо призвать его к совести. Вот, хотя, знаете, если человек действительно пьет и серьезно пьет, вот, то с таким человеком очень сложно говорить. Вот, поэтому еще раз хочу сказать, вам я ничего не могу посоветовать. Вот если бы это было, касалось дела моей сестренки, я бы ей сказал, гони его прочь. Вам такого не могу сказать. А своей бы сестре я его так посоветовал. Не хочешь вести себя нормально, уходи, это моя квартира. Ты живешь за счет моей пенсии, ты живешь в моей квартире и ведешь себя так безобразно. Давай, дорогой, ищи себе место, живи, снимай квартиру, иди работать. Вы знаете, тут ничего зазорного такого нету. Вы уже, наверное, не в милости делали. Я думаю, да, тут уже не до милости. Тут уже, понимаете, тут уже дело касается его души. Он живет, знаете, вот, ну, как на хлебник, что ли, да, вот, как иждивенец на ваши пенсии, но это неправильно. Вам ничего не могу сказать. Вот еще раз хочу сказать, своей бы сестренке я сказал, гони его прочь, предупреди, не хочет жить нормально, пусть ищет себе место жительства, где ему будет комфортно. Владыка, ну, много вопросов приходит с просьбой объяснить то или иное место Священного Писания. Вот следующий вопрос тоже из этой серии. Любовь Александровна из Краснодара просит вас объяснить слова 50-го псалма окропившими эссопом и очищившимися, видимо, непонятно, что такое эссоп. Вы знаете, Любовь Александровна, дело в том, что вот у нас в современной жизни и в богослужении применяется так называемая крапила, да, вот специально такие крапила, вот, которые окунают в воду и окропят верующих людей. В Ветхом Завете было несколько иное отношение. Тогда не было химзаводов, не было этих искусственных стручков или крапил. Вот тогда употребляли, как, кстати, сегодня, я знаю, в некоторых приходах, особенно в летний период времени, там какие-то растения употребляют для окропления воды. Так вот, в Ветхом Завете таким растениям был и соп, то есть это такая трава, и надо сказать, что эту траву употребляли в качестве крапила и даже сок этого растения, растворяясь жертвенной кровью, принимал такой особый ароматический запах. Так вот, вот этой травой, этим растением крапили людей этой жертвенной кровью. Так что, это растение, и с просьбой, мы, псалмопевец Давид, вот как мы окропишем и сопом, да, я очищусь, да, вот, его был, его был такой вот образный стиль языка царя и пророка Давида, и он, обращаясь к Богу, говорил, Господи, вот как первосвященник окропляет и сопом людей, и они в покаянии, и окроплении этой жертвенной крови, они очищаются, вот точно так же, ты, Господи, окропишем и сопом и очищусь, а мышь и меня и паче снега убелюся, то есть, здесь вот такое сочетание его личного покаяния, и мы обращаемся к Богу в покаянном чувстве и просим, чтобы Господь окропил и нас своей божественной благодатью, чтобы мы очистились и убелились как снег. Следующий вопрос от Олега из Украины, где грань между человеколюбием и человекоугодием? Ну, знаете, Олег, это же два совершенно разных слова, и они, конечно, имеют совершенно разное значение. Человеколюбие – это любовь к людям. Мы называем Бога человеколюбцем, потому что Господь действительно любит людей, любил и любит и будет любить. В Боге присутствует эта всесовершеннейшая любовь к людям, да, и между людьми тоже существует любовь друг к другу. А вот что касается человекоугодием, ну, это совершенно другой смысл имеет это слово. Угодить человеку. Понимаете, опасность вот этого явления или состояния заключается в том, что церковь нас всех призывает угождать Богу. Бог – это все. мы все делаем ради Бога, мы все делаем во славу Божию, и вся жизнь направлена на прославление Бога. А когда человек начинает все вот эти мысли относить не к Богу, а к человеку, то, знаете, вообще нарушается весь ориентир жизни человеческой, да, совершенно искажается жизнь человека. Я уже о Боге столько не думаю, сколько я думаю вот об этом человеке, о своем начальнике. И для меня уже, знаете, Бог уходит на второй план. Я могу к Богу как-то по-своему относиться уже, может быть, даже не замечая его, вот только чтобы обо мне очень хорошо думал этот человек или этот начальник, и я уже начинаю искажать свой внутренний мир. Я изменяюсь, я противопоставляю Бога этого человека, и начинается деградация человеческой личности. Я начинаю перед ним заискивать, я начинаю перед ним унижаться, лицемерить начинаю перед ним, лишь бы только вот он думал о том, как я к нему хорошо расположен, как я к нему отношусь хорошо. Именно поэтому Господь говорит, не надейтесь на князей и на сынов человеческих, в них нет спасения. Вот. Ну, человек хорошо, вот он к вам относится, поскольку, а потом он поймет, что вы лицемерите, что вы заискиваете, что вы унижаетесь, ради чего? Вы сегодня вот так присмыкаетесь передо мной, перед своим начальником, а потом вы же отвернетесь, придет другой неискреннее ваше отношение ко мне. Так что вот человеку угоди это неискреннее отношение человека, а какое-то такое присмыкание, заискивание, вот, оно не должно вызывать, оно, кстати, не вызывает уважение других людей к тому человеку, который заискивает перед своим начальником или человеком, от которого он зависит, может быть, в материальном плане, может быть, вот, в каком-то административном, искажается, и деградация происходит человека, того, который становится человекоугодником. Он и Бога теряет, и сам деградирует, и не пользуется никаким уважением ни у этого начальника, и ни у кого из людей, окружающих его. Далее вопрос задает наша телезрительница из Подольска. Как вы, Владыка, относитесь к ношению поисков живых помощи? Не сроднили это всяким оберегом? Слышал разные мнения. Вы знаете, когда сегодня говорят о ношении поисков с молитвой живых помощи, то часто приводят в пример наших воинов, которые, знаете, уходили на войну, и родители или мама своему сыну или своему мужу давала этот поясок, там он зашивала куда-то в карман или припоясывала его, и потом или сын, или муж возвращаясь рассказывали, в каких они были сложных ситуациях, что Господь их хранил, и хранил и от ранения, и от смерти, и многие стали приписывать это вот к действу этого пояса, пояска живых в помощи, но не все говорят о том, что ведь мама или жена, давая своему мужу или своему сыну этот поясок, ведь она, находясь в тылу, она же каждый день и днем и ночью молилась за своего сына, за своего мужа, и Господь по ее молитвам хранил этого человека. Сегодня многие думают, что вот я пояском припоясался и теперь все, он меня будет хранить, да не пояс ведь храни, друзья мои, Господь хранит каждого человека. Если мы думаем, что вот этот поясок меня спасет, но не совсем правильно. Сегодня часто можно встретить даже в иконных лавках ладанки продают, да, я практически на каждом епархиальном собрании объявляю, друзья, это шаманизм, понимаете, это суеверие, совсем недавно появились еще, знаете, красные ниточки, да, вот там прям, понимаешь, вот там должен кто-то там, знаете, одеть, прочитать там какие-то заклинания, вот, что вот у тебя красная ниточка, и вот она, понимаешь, теперь все, никак туда никто не проникнет, например, суеверие, оберег шаманизм, самый, оккультизм какой-то, вот, поэтому я не склонен к тому, чтобы, знаете, верить в то, что вот поясок живой помощи будет хранить, если мы не будем молиться Богу, но никто нас не охранит, ведь, вы знаете, достаточно того, что мы, конечно, мы призываемся к тому, чтобы все время помнить о Боге, не престанно вспоминать Бога, не престанно молиться Богу, но, вот, вы знаете, наша жизнь, она так устроена, что человек занят каким-то своим рабочим направлением, предметом своим, вот, вот он умственно чем-то занимается, что-то пишет, о чем-то рассуждает, ну, ему очень сложно в этот момент еще думать о Боге, да, именно для этого у нас существует очень хорошая традиция, практика, опыт церкви, мы утром, вставая от одра, мы обращаемся к Богу в молитве, и мы в своих утренних молитвах просим Господа, чтобы Господь нас сохранил в течение всего дня от всех врагов, видимых и невидимых, чтобы Он представил нам ангела, спутника, хранителя, мы просим и причистую Деву Марию, чтобы она за нас непрестанно молилась Богу, мы молимся и другим святым, и просим их, чтобы они нас хранили в течение дня, и мы в это верим, и этого достаточно, поверьте, а вот это все какой-то оккультизм, оккультизм, шаманизм какой-то, суеверие какое-то, обереги какие-то, так что я не склонен, я очень к этому критически отношусь, но вы сами делайте для себя вывод свой. Ну что ж, Владыка, давайте на этом сегодня завершим, я благодарю вас за беседу, спасибо. Спасибо вам, и, как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго, пусть Божье благословение всегда пребывает со всеми вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok